Всем привет, уважаемые зрители, с вами говорит Stellaris, и сегодня мы, наконец-таки, продолжаем проходить игру в шорах. Итак, спасибо вам огромное, дорогие ребята, которые пишут мне в комментариях, что делать, потому что игра действительно очень запутанная, я мало чего здесь понимаю. Итак, планы на сегодня. Найти сейф, сообщить Джерри о сейфе, отправить письмо, вот он, итальянское письмо Барбаре, и какую-то дверь там открыть с помощью газеты и чего-то там подтолкнуть. Ну ладно, давайте сперва тогда поднимемся, что, за сейфом, да? А потом все вместе сообщим Барбаре про письмо и Джерри про сейф. Так, если не ошибаюсь, сейф должен быть здесь, как мне упорно твердят мои подписчики. И что он за картиной с женщиной. Вот он, дорогой. Поразительно, за картиной я обнаружил сейф. Круто. Что мы ничего сделать не можем, да? Я не знаю кода, а взлом сейфов никогда не был моим хобби. Печаль, печаль. Ладно, я так понял, здесь мы ничего больше пока что не сделаем. А, значит что, да, мне еще написали, что на третьем этаже дверь, в которой находится ключ с другой стороны, можно как-то открыть с помощью газеты и чего-то там еще, уже не помню чего. Давайте смотреть. Давайте сейчас все смотреть. Я забыл, где эта дверь должна находиться. Нет или случайно? Замок заело. Нет, не эта дверь. Давайте сходим в эти. Дело в том, что уже давненько не записывал шорохник, а где уже где что и как. Поэтому давайте вспоминать. Руда кирпичей. Я вот думаю, может где-нибудь что-то мы можем найти. Знаете ли, игра... О! Ребят, как в воду глядел. Так, а что мы взяли? Давайте глянем, что мы взяли. Где нашел лупа? Железный пруд, который я подобрал наверху. Ну что ж. Вот видите, все-таки не очень детально я осматривал дом, а следовало бы. Ну ладно, давайте смотреть дальше. Что у нас здесь? Хлам, 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 хлам. Что это? Что это? А... Мне кажется, или... Или то, что мы подобрали как раз от этой фиговины. Да? Да-да-да, я был прав. Бензиновая горелка. Бензиновая горелка. Сначала надо бы ее зажечь. Так, у нас же есть спички. Я не маньяк поджигатель. Ну ты сам сказал, что ее надо зажечь. Блин, парень, ты сам себе противоречишь. Как так? Так, ладно. Вот видите, уже нашли две вещи за первыми минуты пятой серии. Возможно, пятая серия будет поинтереснее, чем четвертая. Так, а где у нас дверь-то? Вот эта запертая. Вот эта, да? А, нет, это у нас чердак. Нет, 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 нет. Хотя... Что у нас внутри? Может, действительно, на чердаке я тоже что-то там допропустила. Поэтому давайте смотреть внимательнее. Может быть, что-нибудь еще новенькое найдем. Все-таки кто их знает, да? Ребят, я немножечко не понимаю. Я же лазил. Лазил в этом сундуке. И как? Так, эта старомодная лампа заставила меня думать о захватывающих приключениях, о которых я всегда мечтал. А интересно, мы эту старомодную лампу зажечь не можем? В лампе не было ни капли масла. Нам, значит, где-то еще масло для лампы нужно раздобыть. И вот у нас уже будет такой более-менее нормальный источник света. Так, ну, все-таки давайте искать ту дверь с замком. Напрочь не помню, где она находится. Может, это? Вот, 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 вот. Мне сказали найти газету. Газета найдена. Газету мы, наверное, можем там, можем подвинуть. Мне сказали, чем-то подтолкнуть ключ. Что у нас есть? Давайте глянем лампу. Это что? Это у нас карандаш. Это у нас авторучка. Это у нас нож. Давайте попробуем карандашиком. Нет, карандаш слишком толстый, чтобы пролезть в замочную скважину. Хорошо, давайте авторучку. И что мне написать? Ну, напиши, Майкл Дурак. Ладно, ну, давайте ножичком, может быть. Нет, я могу пораниться. Ну, мне написали там, если ничего не получится сделать, значит, мы еще не все нашли. Ключ все еще в двери. Хм, ладно. Давайте искать дальше, что нам, значит, давайте, нам нужно позвонить Джерри и Барбаре, да? Ну что ж, это все у нас на первом этаже. Хотя, ребят, я вот сейчас вспомнил, мы же нашли ключ от подвала, и у нас еще была запертая дверь в кабинете вот этого главы из семьи Блэкботов. Там была не дверь, вернее, заперта, а один шкафчик. Вот я хочу попробовать. Мало ли, может, ключик как раз подойдет. Давайте посмотрим. Вот он, этот кабинет. Если помнить, мы его уже осматривали, но здесь одна дверца была закрыта. В этом столе. Да и вообще, мало ли, может, мы невнимательно осмотрели. Вот видите, я уже нашел лампу, я нашел для вот той хреновины горящей тоже стержень какой-то. Вот видите, мало ли, может, мы и здесь что-то попропуск... Что я подобрал только что? Что это? Что это за фиговина? Шило. Ребята, случайно не с помощью этого шила можно вытащить тот ключик? Я думаю, сейчас мы это и проверим. Вот, здесь закрыто. Ну-ка, какой у нас ключ есть? Вот этот, да? Хочу проверить. Ключ не подходит. Ну, видите, все-таки, хоть и ключ не подходит, но не зря я сюда сходил. Мы нашли шило. И поэтому, конечно, я думаю, что не очень будет интересно смотреть, как я сейчас обратно поднимаюсь. Но все же хочу подняться и проверить это шило на том застрявшем ключе. Возможно, оно вовсе и не подходит туда, куда нам нужно. Конечно, но все-таки, ребят, попытка, как говорится, не пытка. Сейчас будем пробовать, смотреть. Все-таки это такой летсплей, то есть я ничего не знаю, только благодаря вашим подсказкам. Я что-то хоть-то понимаю в этой игре. Спасибо, можете дальше вставлять подсказки. Я буду очень рад и признателен. Ну что, вот и эта дверь. Давайте проверим шило. Приложив определенные усилия, мне удалось вытолкнуть ключ с шилом. Юху! Я вытащил газету и обнаружил, что ключ остался за дверью. Ну и кто эту глупость придумал, а? Да вот ты, блин, эту глупость придумал. И как нам теперь ключ достать? Теперь про ключ можно забыть навсегда. Печаль. Печаль, 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 Майкл. Как же так? Ладно, теперь, вот, последняя, я думаю, на эту серию у нас миссия, это... Позвонить Барбаре и позвонить Джерри. Что ж, сейчас мы этим не займемся. Только бы дойти до телефона, который, как мы помним, находится у нас в коридоре, да? Ну вот, собственно, и коридор, если не ошибаюсь. Да-да-да, именно так. Давайте позвоним Джерри сначала. Да? Джерри, я уже начал выходить из себя. Я не смог найти ни одной свечи в этом доме. Ты шутишь? Я не могу поверить в это. Ты хорошо все осмотрел? Да, каждую комнату, шкаф, ящик, коробку, ничего. Ни единой свечи. Хорошо, послушай, город недалеко, минут 20 есть ты, не больше. Если ты не сможешь найти свечи там, то я съем свою шляпу. Тогда ты съешь весь свой гардероб. Это уже действует мне на нервы. Давай, съезди. Ты знаешь, как добраться туда? Да, я помню дорогу. Ты позвонил мистеру занятому электрику, который не мог подождать лишние пять минут? Да, он сделал мне еще одно большое одолжение. Приедет к тебе завтра утром. Раньше он в любом случае не появится, даже за дополнительную плату. Завтра ведь в воскресенье, ты не забыл? Да наплевать, мне нужен свет. Да я его, если он появится. Успокойся, поезжай скорее в город. Ты не найдешь дороги обратно, если стемнеет. Да, к тому же мне надо купить еды. Вот и поезжай, и будь осторожен за рулем. Ну хорошо. Так, отлично. Кстати, не понял только, почему мы не сказали мы у Бруссиев. Ну ладно, звоним по авгуре. Алло. Эй, это я, Барби Дорогуша. Можно попросить тебя об одолжении? Да-да. Я нашел здесь письмо, оно меня очень заинтересовало. Оно на итальянском. Как ты думаешь, сможешь перевести его для меня? О, мистер Антайпл, мы собираемся озорничать. Миссис Стайлз. Да-да, конечно, я смогу. Просто пришлите мне письмо, и я возьмусь за перевод, как только его получу. Превосходно. Интересно, придет ли почтальон. У меня такое чувство, что я единственный живой человек на целой планете. Вы сказали на почте в Ротбери, что вы пережаете в особняк Блэквуд? Да, Джерри сказал. Надеюсь, что они не забыли обо мне. Вот и все. В любом случае, спасибо. Ты просто умница. Для этого я и здесь. Вообще, я именно за это тебе и плачу. В любом случае, я попробую отправить это письмо. Буду ждать ваших распоряжений. Спасибо, пока. Удачи. Так, ну что ж, письмо, если вы помните, мы находили конверт, да? Вот оно, письмо. Ложим письмо в конверт. И, я так понимаю, нужно его подписать. Вот теперь письмо, я думаю, готово к отправке. Письмо Барбари. Надо будет не забыть, бросьте его в почтовый ящик. Ну, как раз, как раз, ребят, нам на улицу нужно съездить за свечами. И, ну, вернее, не только за свечами, а еще за едой. Но все равно нам нужно на улицу. В любом случае. Что ж на улицу, так на улицу. Так, давайте сначала бросим письмо. Отлично. Письмо на месте. Теперь можем садиться в машину. Так, где наш ключ там? Что такое? Машина не заводится. Как же это? Неужели? Вот черт. Кажется, приехав, я забыл выключить фары. Ты посадил аккумулятор за полдня только из-за фара. Парень, тебе не кажется это немножечко странно? И вы смотрите, как резко изменилось-то все, да? Смотрите, какая стала погода такая. Немножечко жутковата, если честно. Ну что ж, давайте вернемся домой. Я не знаю, давайте звекнем Джерри. Что ли? Где у нас там Джерри? Дай-ка я угадаю, Майкл. Джерри, ты не поверишь. Это просто безумие. Моя машина не заводится. Что? Ты уверен? Ты проверил двигатель? Я не шучу. Она сдохла. Не верю. Кончай меня дурачить, а. Знаешь, у меня просто нет слов. Из-за этого чертового тумана я забыл выключить фары и аккумулятор сел. Джерри, ты должен мне помочь. Приезжай сюда. Майкл, ты посмотри на время. Я не могу ехать в Нортурберлен прямо сейчас. Но, Джерри, я не могу провести всю ночь без единого источника света. Я едва знаю это место и не смогу найти дорогу. Черт, а вдруг тут привидения водятся? Майкл, ты что, лунатик? Ты ляжешь в кровать, заснешь. А когда проснешься, у тебя будет полно яркого света. И не пытайся меня успокаивать. Это ты меня втянул во все это. Э, нет, это не моя вина, что тебя не дождался электрик, что в трехэтажном особняке не оказалось свечей, и что аккумулятор твоей машины сел. Хорошо, хорошо. Послушай, когда ты вернешься в Ротбери? Я поеду домой завтра рано утром и заеду за тобой. Мы поедем в город, сделаем покупки, а затем проведем остаток дня в твоем саду, потягивая пиво и дожидаясь мистера электрика. Как тебе такой план? Да, неплохо. Тем более, я думаю, что другого плана все равно нет. Боюсь, что нет. Извини, я действительно старался, чтобы твое пребывание здесь было приятным, насколько это возможно, но иногда ведь просто не везет. Очевидно, что так. Ну хорошо, я пойду. Позвони мне, если что-то понадобится. И, Майкл, не позволяй ситуации действовать тебе на нервы. Обещаю. До свидания. Так, ну что ж, ребят, я думаю, все, что нам остается, это лечь спать. И меня уже кто-то предупреждал, вот кто-то так немножечко слегка, слегонцам не наспойлерил, что когда мы ляжем спать, что-то будет нехорошее. Вот, ребят, ну зачем спойлерить? Ну ладно, 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 это не ваша вина, это... Ничья, конечно, не вина. Все. Лег на кровать. Хорошо. Продолжение следует...